На перекрестке между Рудневским мостом и подъемом на остановку Боляева идея нового путепровода через Снеговую пать выглядит особенно актуальной. Власти Приморской столицы намерены сделать Рудневский переход полноценной транспортной частью города. Рудневский путепровод у нас требует ремонта. Мы провели диагностику, у нас есть определенное заключение, что его нужно закрывать на ремонт. Но закрыть его на ремонт, это будет длительный период, ремонт занимает более года. Мы не можем прерывать транспортное движение, которое сегодня очень интенсивное здесь. Чтобы не ставить город в тяжелую ситуацию, глава Владивостока принял решение разработать техническое задание на строительство нового моста. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации. Рудневский путепровод хотят включить в одну из федеральных программ или в Краевую. В планах построить параллельно рядом новый двухполосный путепровод. После постройки движение планируют перебросить на новый мост, а старый закроют на реконструкцию. После окончания реконструкции у нас будет четырехполосное движение, то есть будут работать два параллельно путепровода. Напомним, что путепровод через Снеговую пать – это железнобетонный мост общей длиной 504 метра с шириной проезжей части 9 метров. Мост был построен в 1975 году. Движение было открыто, но в эксплуатацию объект введен не был. Долгое время мост был бесхозным, но в 2012 году администрация города взяла путепровод на баланс и провела аварийный ремонт. Его эксплуатация была разрешена только в 2017 году, но с ограничениями скорости и нагрузок на мостовое сооружение. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный, Новости на Восьмом.